Приветствую, друзья! Спустя 10 дней после начала протестов в Казахстане можно сделать первые выводы о происходящем. Эти выводы важны не только для понимания ситуации у наших соседей. Сейчас, практически в прямом эфире, мы можем наблюдать и анализировать вполне себе близкое будущее нашей страны. Протесты, судя по всему, поначалу имели понятные социально-экономические причины. Где-то до 2015 года экономика и благосостояние людей в этой стране росли достаточно высокими темпами. Причина – либеральные экономические реформы, относительно независимая судебная система и, как следствие, приток инвесторов и специалистов. Но после все пошло не так. Прекращение бурного роста цен на добываемую нефть, монополизация экономики на фоне торможения роста в мире и у ближайших соседей где-то по причине пандемии, а где-то еще по каким-то причинам все это привело к падению темпов роста экономики. Есть многократно повторяемые примеры успешных экономик во главе с авторитарными лидерами. Типа Ли Кон Ю в Сингапуре или Пан Чон Хи в Южной Корее или, наконец, Пиночета в Чили. Во-первых, на три удачных примера приходится три сотни неудачных. Но главное, даже самый прогрессивный автократ, засидевшийся у власти на 20, 30 или 40 лет, перестает быть прогрессивным. Казахстан позднего Назарбаева – это коррумпированная и монополизированная страна, полностью поделенная между членами одного клана. Дети, племянники, зятья, доверенные лица. На любом влиятельном посту или приносящем прибыль в бизнесе вы обнаружите кого-то вот из них. В 2019 году Назарбаев формально покинул пост президента Казахстана, оставив вместо себя преемника Касым Такаева. При этом Елбасы сохранил значительную власть – пост главы Совета Безопасности и председателя правящей партии. К тому же Елбасы оставил лично преданных ему людей во главе правительства и спецслужб. И даже на международных мероприятиях, как, например, в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, Казахстан представляли два главы государства. А личную встречу Путин провел именно с Назарбаевым, а не с формальным президентом Такаевым. Такое унизительное для действующего президента двоевластие и сопровождающее его, естественно, сохранение денежных потоков в руках прежнего окружения продолжалось два года. И, похоже, закончилось только что на наших глазах. Такаев воспользовался социально-экономическим протестом для того, чтобы избавиться от Назарбаевского окружения. Сначала было отправлено в отставку правительство, назначенное еще Назарбаевым. Затем сам Назарбаев был смещен с поста главы Совета Безопасности. Смещен, хотя по закону для него это была пожизненная должность. То есть Такаев на самом деле произвел революцию, существенные политические изменения вопреки действующей конституции. Ну а потом ближайший соратник Назарбаева, бывший премьер-министр страны, глава казахстанского КГБ Масимов был не просто отправлен в отставку, а арестован по обвинению в госизмене. Чтобы все это провернуть, Такаеву потребовалась силовая поддержка. Вероятно, он не нашел ее в Казахстане, ну или не был на 100% уверен, что найдет. И тогда под предлогом борьбы с какими-то совершенно неведомыми международными террористами в Казахстан были введены войска АДКБ из России и Белоруссии. С этого момента Такаев даже говорить стал по-другому. Террористы под командованием зарубежного центра, убитые силовики, изнасилованные женщины стрелять на поражение без предупреждения. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Кстати, и количество жертв стало расти не с момента начала протестов, а с момента, как Такаев изобрел этих самых международных террористов. Правдоподобность версии с террористами хорошо видна на примере этого несчастного джазиста из Киргизии. Сделать такое заявление, якобы тебе предлагали деньги, и ты прилетел на митинг, ну в Алмату с целью митинга, то тебя сразу же как бы экспортируют в Бишкент. Вот зачем я все это вам рассказываю? Почему произошедшее в Казахстане имеет прямое отношение к нашей стране? В странах с многолетней несменяемой авторитарной властью дела обстоят похоже. Наша российская власть любит пугать нас Майданом, революцией, какими-то бунтами. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут там все подряд. Мол, только она власти удерживает страну от сползания в анархию погрома. И сейчас, глядя на Казахстан, Путин и его компания, во-первых, еще больше уверятся в этом, а во-вторых, еще громче начнут транслировать это из каждого утюга. Но в реальности причинно-следственная связь совершенно другая. Протесты и революции случаются не из-за смены власти на честных выборах, и не из-за каких-то подготовленных за рубежом смутьянов. Революции и бунты происходят там, где вождь слишком засиживается на своем посту и ликвидирует все законные способы смены. Посмотрите, насколько Казахстан похож на Россию. Многолетний правитель, который когда-то предлагал весьма прогрессивные реформы, особенно в сфере экономики, но не сумел вовремя уйти и превратился в автократа. Проблема транзита власти, связанная с физическими пределами продолжительности пребывания на посту. Всевластие силовых органов и превращение их в ключевого политического игрока. Монополизация экономики, превращение природной ренты в кормушку для друзей и семьи. Фальсификация выборов и разрушение независимых институтов. Полная зачистка независимой политики и оппозиции. Я вот перечисляю сейчас все это и прям вижу, что два режима, путинский и назарбаевский, просто близнецы-братья. И что происходит с таким режимом, когда приходится передавать эту самую власть? Сначала выясняется, что народ как-то и не особо любил автократа. А потом начинаются игры престолов и борьба преемников, соратников, племянников, друзей и силовиков за власть. Борьба, в ходе которой льется кровь, гибнут люди и вводятся войска иностранных государств. И это закономерный итог авторитарного управления до крышки гроба. Ну а как еще? Сначала люди выходят на улицы, потому что политическая поляна зачищена и у них нет никаких политических представителей, нет никакой другой возможности выразить и отстоять свои интересы. Затем протесты превращаются в гражданскую войну, потому что для постназарбаевской элиты вопрос стоит так. Либо ты захватываешь всю власть, либо тебя физически уничтожат. А потом один из претендентов на власть, обделенный собственным силовым ресурсом, и вовсе приглашает в страну чужие войска. Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. И все это происходит не потому, что Назарбаев ушел. Он не мог не уйти. Человек стареет, дряхлеет, человек смертен наконец. Протесты, элементы гражданской войны, жертвы, чужая армия в стране – это следствие того, что лидер страны просидел на своем кресле на 20 лет больше, чем надо. А теперь давайте примерим эту ситуацию на Россию. Когда-то Путин уйдет по тем или иным причинам. Это неминуемо. И чем дальше он засидится на своем посту, тем больше ситуация будет похожа на сегодняшний Казахстан. А может даже острее. Вот что оставит после себя Путин? Приватизированные соратниками и коррумпированные силовые органы, монополизированную и отданную на откуп друзьям экономику, живущие вопреки российским законам и обладающие собственной армией регионы, разрушенные институты, корова-зорька вместо конституционного суда, нищающее население, репрессированную оппозицию. Вы думаете, это все не рванет? Конечно, рванет. И заслуга в этом никаких-то мифических революционеров или госдепа. Нет, он все это сделал сам, своими руками. 20 лет безнаказанности и воровства. И у каждого бенефицара путинского режима есть куча скелета в шкафу. И каждому есть, что терять. И никаких институтов или законов для разрешения противоречий. Ничего не осталось. А противоречий, ох, как много. И главное, с каждым дополнительным днем, проведенным Путиным у власти, противоречий становится все больше, а перспективы хуже. И в результате все равно революция. Только сверху, в интересах нового клана и с привлечением иностранных войск. Может, лучше все же было вовремя смениться на честных выборах? Может, не стоит врать себе и стране, что ты раб на галерах, когда на самом деле ты и твое окружение давно уже сборище ракушек, облепивших днище корабля и мешающих ему плыть? Это те выводы, которые нам стоит сделать из происходящего в Казахстане. Счастливо вам!